Ну, привет-привет. Значит, решил я все-таки писать на ГОПРО, теперь видосы с телефона, наверное, не буду делать, неудобно иногда, он скальзывает из рук, 60 кадров в секунду все-таки будет, не буду один, а по 30, переиначу я постоянно камеру и телефон, все будет 60, так что будет плавно, какие-то особенные, все, в тюрьмой дороге, где-то дома, наверное, будет прикольно. Сейчас мы ходим в Техасе, ходим на Джорджи Маклана, там у нас достатка одна Феррари, еще там достатка Роллс-Ройс Лайна и Ниссан GTR с правым рулем, с механикой, пахнет японской машиной, я помню до сих пор запах японских каких-то мобилей, которые приходили из Японии в Россию, праворуленные имеются в виду, там, своеобразный запах, все, кто стартеры, все помнят, наверное, молодые, я сейчас стою на этом запах, как-то не знаю. И такой гидос для меня получается, наверное, знаковый, я не знаю, как дальше будет, но я оставлю это здесь. Возможно, это последний рейс на автобусе, но с чешется, не потому что гоню, а потому что по часа сюда захотелось. Вот, скорее всего, это последний рейс, я это допускаю. Почему? Потому что уже он надоел, трак надоел, не автобус. Просто на траке убивается очень сильно время. Наверное, оно убивается в пустое, потому что такого развития не происходит. Я допускаю, при всем при том, что он надоел, возможно, это перешагнется в другую бисферу, но в другую степень, скажем так, возможно, тракой останется. Но, возможно, и нет, не кардинально, возможно, смог отказаться от трака совсем. Я слезу с трака, но, тем не менее, я продлюсь идеалом, мне скоро нужно будет его продлевать. Но с тракой я уйду, завяжу и никак не будет связаннейшие дела с тракой в бизнесе. Все решится за последние, следующие два дня. Как решится, так решится. Если не решится, я скажу, что не решилось, и мы двигаемся дальше, и растем дальше. Если получится рассказать, то расскажу. Если вам много обстоятельств позволят, я это все буду рассказывать. Она бы разговаривала, просто давно не разговаривала с камерой. И еще у меня в Медсепе машины стоят, там, Volkswagen, Carbon, Chia, или как она там, не знаю, как в английском это сказать. Там, G-H-I-A, короче, Kia, Chia, не знаю, Volkswagen 60-го или 69-го года. Это красивая машина, полностью ребилд, очень классная, в салоне не очень хорошо, но, видите, так, насколько это для того самого. Дальше у нас есть Lamborghini Corus, она идет в Connecticut, есть Mini Cooper, он идет в Long Island, и, так что там у нас еще есть анонс-сервис, чтобы сказать, больше ничего такого особо нету интересного. Вот, так что, видимо, мы уже посмотрим все машины на доставки, а сейчас буду показывать, как мы подходим, где мы будем ночевать. Сегодня я ночевал как раз на пикапе Volkswagen, это была парковка спортивного комплекса школ, в Каунте, там, High School, и все школы, High, Middle, и Elementary. Преподаватель из этой школы отправлял машину, я приехал уже на персону, будет конвененц, надеюсь, стабилизация в ГОРПРО отрабатывается отрезка. Так, Эта Родюшка поворачивается, отрезка на место. Значит, я остался там на парковке, Аттёша сам доехал, и пока я заезжал, я чуть не сбил двух оленей, и они там, по собственной какой-то гуси. Абсолютно никак не боятся автомобиля, к ним подъезжаешь, они начинают сразу передвигать дорогу, маленькие такие олени. Я там выспался, офигенное, звездное небо, никто меня не выгонял, а стал уезжать. И там были на улице уже взрослые, или они огромные, с какими-то местными такими рогами. Очень крутые, очень классно, природа интегрирована вообще в жизни людей. Мне там очень понравилось, это было не Мексика, почти что на границе с Таксисом. А в Таксисе никаких гор нет, в одни степи. Ну, точнее, в Таксисе есть горы, но они большие, и не здесь. Сейчас я еду до сороковки. Итак, 136 тысяч миль, или примерно 215 тысяч километров. Что с моим траком? Я езжу один. Начнем изнутри. Значит, все ящики, они тут пластиковые. Вот эта вот тема, если вы ее не будете шарахать со всей силы, то у меня еще ни один не сломался. Все нормально тут со столом, с холодильником. На приборке я присобачиваю вот сюда вот iPad. Там у меня магнитики на двухстороннем. Значит, локбук точно так же тут на магните, его можно просто снимать. И все. Все здесь окей. На рулевом колесе у меня тоже магнитик, чтобы телефон магнитился напрямую. Ну, сейчас это у меня старый. Сломался я, но еще не предотвратил. Короче, вот так вот. Он со мной путешествует. Очень удобно. Дальше. Значит, тут на панели всякая херня валяется, как обычно у всех. Здесь у меня крепятся камеры, здесь у меня навигатор. Это у нас камера бортовая. Она всегда пишет все, что впереди. Значит, что у меня сломалось? Вот эта ручка открывания какого-то, она очень туго открывалась, а в один момент я ее просто отломал. Ну, заменили. Дальше. Проблема у Volvo. Улетают вот эти вот форточки. Будьте аккуратны, когда будете ездить, закрывайте их. Но у меня ничего не улетело. У Энтони тракера улетало. Значит, дальше что? По траку, по внешнему, ничего у меня такого не было поломано, кроме как аккумуляторов. Сейчас откроем аккумулятор. Значит, у меня сломался вот этот. Он был мокрый, потянул за собой все остальные. Я поменял на Тракстапе. На Тракстапе на Рестерии один. Но это сильно не помогло. В итоге у нас на базе поменяли все аккумуляторы. Сейчас все окей заводится. Значит так, закрываем. Вот. И это. Оп. Все закрывается четко. Значит, дальше что? Я загнул брызговик. Загнул его вот об эту часть трейлера, по-моему. Просто сильно маленькое оказалось место для разворота. Мне клиент заверил, что все нормально. Ты проедешь. Ты еще раз так делали. Ничего подобного. Там заезжали меньшего размера траки. Значит, дальше что? Здесь новый бак стоит. Он не новый, он другой. Там бак внутри, это для гидравлики. А этот бак меньшего размера. То есть, у меня два бака по 90 галлонов. Это не очень удобно. Я почти что каждый день заправляюсь. Это хреново. Дальше по мотору. Проблем вообще нет. Замена каждые 20 тысяч миль. Либо у нас на базе зуба на спидке мы заливаем шелл. По внешке вообще вопросов нет. Я снял антенны. Они нафиг не нужны. Лишний шум создают внешний. Фары светят супер. Туманки тоже всегда у меня включены. Этот товарищ со мной недавно стал ездить. Никто его еще не спер. Значит, этот называется Deer Grill, да? Ну, как бы, гриль от оленей. На самом деле, я его называю просто от конусов. Потому что, если олень попадет, ну, грубо говоря, олень примерно вот такой высоты. Все, что внизу, это ноги. Но туша уйдет ровно в фару. Ну, может быть, радиатор хорошо защищен, да. Но вот примерно вот так вот войдет олень. Ну, фарм конец сразу же. По внешним сколам. Вот есть попадание. Вот такое попадание. Насколько я понимаю, это пластиковая херня. Вот скол есть. И где-то еще она бомбит меня тут камнями. По встречке буздеров. Вот. Все остальное в моторе там смотреть нечего. Мотор как мотор. Зеленого цвета. Вот так. Значит, дальше что? Поменяли у меня, по-моему, сил на вот этом колесе. Вот на этом. Внутренний. Все остальное вообще не трогалось. Все работает супер. Четыре дня назад. Первый раз загорелся чек на этой Вольве. И сегодня он пропал. Не знаю, что загорался. Непонятно. В общем, вот такой вот трак. У него мосты, не помню, 2.80 что ли. В общем, по горам я очень отстаю. А по ровной нормально едет. Он у меня залочен на 73 на педаль. И на 70 миль в час на круизе. В принципе, хватает. Более-менее нормально. Все. По вот этим вот шлангам. Они уже поменены. Потому что один раз у меня тут один гандон наколдовал. Вот этот штекер у меня выпал. Упал на колесо. Замотал все за собой шланги. Вырвал. Я в Майами менял полностью. Ну, все шланги я заново вставлял. Это гидравлика. Вот эти черные шланги. Вот этот включатель у меня насос на прицеп. И, собственно, вот этот вот пружинистый кабель вот сюда вот и вставлялся. Он же и выпал. Все остальное окей. С прицепом, наверное, потом как-нибудь обзор сниму. С ним тоже все в порядке. Все нормально. Пятое колесо у меня здесь сдвинуто до предела. Ну, вперед сейчас. Если бы это был у меня открытый, он бы был сдвинут назад. Сейчас он вперед, чтобы вот это вот расстояние нивелировать хотя бы для расхода. Поменьше сделать. Здесь должно быть сорок, по-моему, четыре. Да, инча. Вон на той табличке написано. То есть вот отсюда, вот до сюда должно быть сорок четыре. Но здесь, наверное, есть сорок четыре. Вот сюда вставляется машина на верхнем этаже. Она мордой сюда заезжает или жопой там, как поставите. Вот. Вот такой трак. У меня еще здесь нету аэродинамики по низу. Особо и она ей не нужна. А, и еще недавно у меня гидросистема дала сбой. Там ее подтягивали. Короче, гайку одну протянули. Стало все нормально. Утечка ушла. А на моторе никаких течей ничего нет. Диски я не хромировал. Вот этот пробег родной. Может быть, я вот сюда вот толпачок поставлю. Может быть, чтоб для красоты. Ну все. Примерно вот такой трак. Вольво мне очень нравится. Будете кататься, будет возможность катайтесь на Вольве. Вот. На такой. Вольвочке. Она хороша. Ездил на Каскедии. В уровне больше нравится. Все. Дальше посмотрим, какое видео будет. Не знаю еще. У меня было предложение пойти на Амазон. И от этого я отказался. Я почти согласился. Мне давали новый трак, новую Вольву. Прямо нулячую целлофагу. Все перетаскивая Амазон. Давали мне его в аренду. Это уже не просто компанией Травер. Они просто давали нам арендные платежи. Если. Восстанется отгроз. И ездим. Но. Я примерно для себя понял. Что. Все при том, что сейчас это хорошо. Сейчас только ленивый не идет на Амазон. И это потом собирает. Шутку. Если можно так сказать. Со всеми водителями Амазона. Потому что. Произойдет сейчас моментальное переполнение рынка. Два месяца сейчас. Два-три месяца будет очень классно с грузами. Но потом все будут сосать в феврале, в феврале. Все праздники кончатся, это имею в виду Рождество, День Благодарения, Новый Год. Все уйдет на спал. И все начнут снова искать, куда гости бросить. Я не хочу метаться туда-обратно. Я хочу куда-то сферу, где я буду точно знать, что я там буду прямо в этот офис, профессиональный, высокий, как в карпольере. Я же все знаю про карполь. И в замкозакрытый, и на открытый. Я специально не пошел на стингер, хотя случайно хотел в ней пойти. Сейчас я не хочу на стингер, там еще больше геморрой. Значит, мы здесь поумудряемся машину покупать, она элементарно это сделает. В общем, ситуацию с Амазоном я отмел, но хотел сказать, кому надо контакты, дам, нет, не дам. Пускай парни зарабатывают, и цены не вынижают. Сейчас попадет период защищения рынка, и опять цены пойдут вниз, и все опять опьянят баллогируют, потому что цены падают. Вот. Что еще? Про новые свои дела я рассказывать не буду. Если они случатся, то вы о них, конечно же, узнаете. Если они не произойдут, то вы о них не узнаете. Я тут, к сожалению, от меня уже ничего не зависит. Я свои хотелки озвучил. Ребята решают, готовы ли они вписаться или нет. Значит, что еще? По режиму работы у нас все так же происходит. Это раунд трип. Отдых примерно три дня. Снова раунд трип. И отдых чуть побольше. Можно сделать два раунд трипа. Я уже от этого устаю. Я не хочу просто 20 дней находиться в постоянном дороге. Очень не охота. Еще момент. У нас острая, прям капец какая острая необходимость в двух, может быть, в трех локальных драйверах. Это Чикаго и это Лос-Анджелес. На пикап траки, на закрытые клозубы, на две машины. И, по-моему, там нужно CDL. Если я не ошибаюсь, наверное, даже с Крис, кто там уже CDL, потому что в траке уже со всеми сайнами, со всеми делами. Если я не сдал полуку, по оплате, по оплате 25, чего 25 долларов в час. Да, 25 долларов в час платят. Закрываются все часы, какие вы работаете. Вы там сами к себе закрываете. Это работа, которую надо любить на самом деле. Телефон будет написан в каком-то из этих углов. И имя тоже. Кому звонить, мне звонить не надо. Сводите напрямую, спрашивайте. Вам нам все расскажу. Так, это я озвучил, как обещал. Значит, по поводу водителей к нам в компанию. Сюда, на энклоузу. Вроде как не надо. Если я буду ходить, я сразу в видео запишу, что водитель один нужен на мой трак. Если что, но стажировать не буду. Потому что, если все подрастет, то я отдохну сейчас, я отвезу трак в Чикаго и поставлю его. Я не буду на стажировку. Кто-то будет это делать другой. Либо у вас есть опыт, вы едете сразу. Если же нет, мы будем встречаться уже на следующем маршруте. Я буду вам показывать, что на чем происходит. Вот пока еду, смотрю Мишу ВК на ютубке. Он тоже собирается Драйвен попробовать. Но он может себе это позволить. У него свой трак, свой бицеп. Я не могу заскакивать просто так. Поэтому вот он наш герой. Он готовит. Ну а здесь таксис. Вот такой весь таксис. Вот так вот смотрится он. Право, влево, хоть куда. Смотрите, вот такие маленькие перепадики. И абсолютно скучные выезжажи. Ничего не происходит. Продолжение следует...